Доброе утро, уважаемые зрители! Сегодня с вами компания Destacar и Denny Stream автомобили из Германии. Сегодня мы поговорим, как купить автомобили в Германии при карантине. И это возможно. Автосалоны закрыты, но возможно. Доказательство этого 222 на моем прицепе стоит. Документы у меня здесь. И ключи. Как покупать? На данный момент салоны закрыты. И когда ты звонишь в автосалон, можно ли посмотреть автомобиль, они все отказывают. Практически все. Но есть уловки небольшие, которыми мы работаем и с которыми можно работать. Мы договариваемся с автосалонами, что мы приедем забирать автомобиль. То есть ты купить автомобиль не можешь, но забрать его имеешь полное право. И это называется так называемый онлайн кауф. То есть ты покупаешь автомобиль в интернете, не осматривая его. Но при этом ты его осматриваешь. Как поступают дилеры? В основном стоят автомобили на улице у всех дилеров, ну кроме нас. И у каждого автоцентра есть сервис. Продажа автомобилей, то есть продавцы не работают. Они на хом-офисе. И сервисы работают. Сервисы имеют право работать, работать с клиентами. Клиенты могут приходить, привозить свои автомобили и забирать их. Это все работает. Где нашли уловку? Ты приходишь в сервис, брать автомобиль. Ключи тебе передают, все, машина стоит на улице. Ты можешь ее осмотреть. То есть ты осматриваешь автомобиль. Тест-драйв тут сложнее. У некоторых автосалонов ты можешь договориться на тест-драйв. И у некоторых автосалонов ты не можешь договориться на тест-драйв. Поэтому покупать машину автомобиля сейчас, либо ты берешь ее с тест-драйвом, либо без тест-драйва. Если будет тест-драйв, если вас поймает, то вы будете наказаны. То есть это на риск продавца. В основном тест-драйвы не дают делать. Но не все. Опять же, я же говорю, вот примерно 60% не дают, 40% дают. Вчера мы покупали вот эту S. Мы приехали смотреть ее. Автосалон закрыт. То есть ты приходишь к автосалону, ни света не горит, ничего. Стучишься, никто не открывает. Позвонили, только тогда вышли. Вот так вот ключи положили. Вон там машина стоит. Идите, смотрите. Мы подошли к машине, посмотрели ее. Я взял с собой свои номера красные, сел в машину, сделал тест-драйв на ней. Об этом же я договаривался с дилером заранее. Это хорошо, что у нас есть такая возможность. Взять свои номера и приехать сделать тест-драйв. И таким образом можно купить автомобиль в Германии. Или мы работаем на данный момент так. Также, когда ко мне звонят и хотят посмотреть автомобиль, я говорю, что мы закрыты, мы не можем показать автомобиль. Но автомобили все стоят на улице, ключ лежит на лобовом стекле. Вы можете приехать и посмотреть автомобиль. Но ездить на нем, к сожалению, вы не сможете, потому что это запрещено законом. Такие вот движения сейчас по покупке автомобиля из Германии. А забирать автомобиль возможно. То есть, когда я приезжаю уже грузить автомобиль, я имею право и забрать. Это даже не важно, что купил я его в интернете. То есть, мне кладут документы вот так в машину. Ключик. Лежит вот здесь. Я приезжаю, они с окна так смотрят. Показывают окей. И я забираю машину. Таким образом происходит. Как бы так должно происходить? И обязательно в договоре нужно написать, что это покупка онлайн. То есть, забрать машину я могу. Что мы вчера и сделали. Мы поехали ее, посмотрели. Прям там на месте. И прям так и забрали. Поменять нужно аккумулятор. В общем, у нас машина в коричневом салоне. С обдулом с подогревом. Солючки. Пахнет здесь. Вкусненько. 360 камерами. И полный пакет услуг. Все для вас. Целая история была. Я вчера выехал на прицепе. Я не знал, купим ли эту машину или нет. Вот такой. 222-й в лонговой версии. 350-й Блютек. С пробегом 38 тысяч. Всего 38 тысяч, да. 17-й год. Из двух рук. Первой руки была фирма, а второй руки был частный владелец. По заявлению нашего продавца. Какой-то состоятельный дед. Приехали, посмотрели. Оказался, у него крашен капот. И второе оказалось, что у него документы в банке. Но это не вопрос. Мы быстро решили эту тему. И сегодня мы поедем регистрировать машину. Регистрируем ее на номера. И человек едет домой. Так вот быстро все возможно сделать. Сделка произошла в течение одного дня. Вечером написали. Утром сделали. И машина сегодня здесь. Ну, три дня получается, можно сказать. С полностью работой, с поиском совсем. Смотрите. Лонговая версия на мой прицеп становится как раз. Вот. Я даже отогнул знак, чтобы он не задевал за бампер. И еще один лайфхак я сделал. Пойдем покажу. Так как он длинный, он прям встал до конца. И здесь, смотри. На всякий случай. Чтобы если машина не присаживалась снизу, да, на кочках. Чтобы она бампером здесь не ударилась. Мы загнали. Вот так вот он стоял. Я такой на капот надавил. Она... Ну, короче, когда сильного было, наверное, бы ударился. Поэтому он затянул его шнуром. Короче, прицеп окей. Но всегда вот есть у меня к нему какие-то вопросы. Ну, короче, вы, я думаю, поняли с этого видео, что во время пандемии можно купить автомобиль. Если он вам нужен, обращайтесь. Мы поможем вам это сделать. По поводу доставки вообще никаких проблем нет. Есть компании, которые доставляют автомобили везде. Поэтому поставили на лафет, на грузовой транспорт, на трал, куда угодно. В контейнере самолет, машина улетела. Перевозки работают. Это не рестораны. Давайте пройдемся еще по комплектации. Покажем автомобиль. Комфортный вход. Доводчики дверей. Камера 360. Есть одни из главных таких. Назову, да. Панорама. Кому-то надо, может быть. Потом обдувы сидений. Массажа сидений. Коричневая кожа, вы уже видели. Проекция на стекло. Лонговая версия. Обдувы, подогревы. Шторочки. Что еще? Все? Бурмейстер. Кому надо. Приятно то, что он в МГ-пакете. И с доводчиками дверей. Одно из самых приятных. То есть опций у него достаточно много. И пробег маленький. 38 тысяч. Я сначала скептически смотрел на этот автомобиль. Думаю, приятно будет хлам какой-то. Ну нет. У него еще гарантия Юнг Штерн до 07-го 2022 года. То знаете, мы хотели поехать смотреть Porsche Cayenne за 60 или 55. Что-то такое. Ну такой недорогой был Porsche Cayenne. И он был здесь рядом. И мы уже выехали на осмотр. То есть мы договорились на осмотр. Я утром выезжаю. Еду. Мне перезванивает дилер. Он продавал эту машину по поручению для какого-то своего друга. И говорит, слушай, а он отказался продавать автомобиль, потому что вчера вечером вышли новости. И оказывается, тем ресторанам, у него был ресторанный бизнес, ресторанам или отелям, у кого бизнес пострадал, государство дает премию. И премию в размере, по-моему, 60 или 70 процентов заработка прошлого года этого же месяца. И он отказался продавать свой Cayenne. Говорит, зачем я буду сейчас по дешевке продавать, когда я могу дальше ездить, денег там не дает государство. Вот, поэтому, так сказать, для нас, тех, кто проживает в Германии, это, так сказать, манна небесная. То, что государство помогает предпринимателям, дает им деньги на развитие. И я считаю, это круто. Даже моего хорошего друга Лехмана это задело. То есть там серьезные проблемы с Uber. И тоже государство выделало деньги, и все нормально стало. Ну, а мы продолжаем свое действие. Мы торгуем автомобилем. То есть у нас уже по несколько осмотров, уже наперед осмотры. Вчера купили машину, сегодня регистрируем. То есть транспорт движется. И транспорт движет вас. До новых встреч, друзья. Спасибо, что вы посмотрели это видео. Я думаю, оно будет для вас полезно. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!